На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Завтра пройдет первый поединок 1-4 финала женского Кубка Беларуси по волейболу. Мозырьская жемчужина Полесье на своей площадке встретится с Минчанкой 2. Старт матча в 17.30. А вот в мужском Кубке Беларуси по волейболу уже известны участники финального этапа. Волейбольная энергия билет в финал четырех получила в матче с Витебским Марковой ГТУ. Гомельчане и во втором поединке не позволили гостям навязать свою игру. Энергетики одержали чистую победу 0-3. Кто станет обладателем Кубка Беларуси этого сезона станет известно в конце недели. Розыгрыш состоится в Бресте с 20 по 22 декабря. За выход в финал энергия будет бороться со столичным строителем. Западный Бук с Шахтером. Завтра пройдут вторые матчи четвертьфинала Кубка Беларуси по мини-футболу. Гомельская БЧ в ответном поединке встретится на выезде с охраной Динамо. В первом матче дружины разошлись с миром 2-2. Второй представитель Гомельской области ВРЗ проведет также выездной поединок со столичным Динамо БНТУ. Напомню, что первый матч закончился победой вагоностроителей 7-1. Поединки стартуют в 16.00 и 16.30 соответственно. Завершился открытый турнир Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису Кубок Надежды. За призы боролись юноши и девушки в двух возрастных категориях до 8 и до 10 лет. Участвовали в соревнованиях более 80 спортсменов. По результатам турнира среди мальчиков победил Тимур Вальков в возрастной группе до 8 лет. Матвей Жарин до 10 лет. Среди девочек первые места у Анастасии Барановой и Арины Раевской в возрасте до 8 и до 10 лет соответственно. Медальным стал чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, который проходил в израильском Эйлате. Гомельчане с этого турнира привезли 5 медалей. Единственное серебро завоевала Арина Литошек в категории до 71 килограмма. Еще 4 бронзовые медали в своих весовых категориях взяли Екатерина Якушева, Олеся Царинок, Диана Савченко и Дмитрий Ходос. 9 медалей завоевали гомельчане на Кубке Беларуси по вольной борьбе. По итогам соревнований в командном зачете женская сборная нашей области заняла третье место. А мужская поднялась на ступень выше и завершила турнир на второй позиции. В речном зачете в своих весах победили Евгений Ребиков, Артем Кравченко и Дмитрий Навныка. Серебро завоевали Роман Титов, Владислав Осипенко и Валерия Ермола. Бронза у Надежды Буланной, Рустама Малинца и Владислава Щуко. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова